так загружаем так там у нас выбор вроде как полететь на две планеты где колоссы открываются и где излучатель пустоты открывается воздушный юнит поречу сначала где колоссы а то мне этот хлыщ а ларак не нравится пущу лыга такой мы с фениксом считаем что стоит пробудить это мы знаем я принял решение с которым многие не согласятся общаясь с фениксом я понял что программу чистильщиков можно возродить при должном подходе артанис они не управляем история это показала ими не надо управлять как и я они обладают свободной волей у нас слишком мало матриц чтобы создать других подобных фениксу неужели ты правда хочешь это сделать первые чистильщики запечатаны внутри корабля киброс на орбите планеты эндион феникс показал нам что такие воины могут быть полезны конклав ошибся обращаясь с ними как с роботами они как с тамплиерами в стремлении контролировать их и они восстали против своих создателей а ты не восстала бы против рабовладельца я услышал вас и принял решение отправиться на эндион выступаем стазисная сеть чистильщиков еще работает ее можно отключить только с поверхности планеты я засек обширное заражение зерками но это не керриган стая амуна у нас проблемы да какие там проблемы так здесь будет миссия на этой планете а здесь позади можно ли с кем-то говорить артанис здесь я принесу больше пользы а лараку тоже лучше оставаться там где за ним легко наблюдать ты задумал пробудить чудовище артанис когда-то они уничтожили каждого тамплиера на нашей базе на лантинуме они восстали против своих повелителей ведь с ними никогда не обращались как с тамплиерами потому что они роботы созданные чтобы служить канклау ты также относишься к фениксу по-твоему это робот который может только выполнять приказы конечно он превосходит мои ожидания он нечто большее возможно первоначальные чистильщики тебя тоже удивят по крайней мере они могут помочь нам войне если решат стать нашими союзниками я верю феникса и готов рискнуть так надо подумать стоит ли что-то поменять нам присоединились ревнители а ларака какие еще сюрпризы ждут нас в пути у нас в пути чё за ревнители так тамплиер так и остается часовой кровавый охотник это у нас был темный тамплиер бессмертный о вот что появилось адепт дозорный мне вот адепт не очень нравится даже не знаю псионный перенос возьму наверно сталкера здесь среди теней оставлю его а вот дозорный неплохо ну и надо вот это прочитать так покрывшие себя бесчистенными и бесчестием воины колдолита так способность ракетная пушка атаки наносит урон выбранной боевой единице и другим находящимся рядом с ней наземным боевым единицам противника ну просто красивые атаки наверно лучше его возьму а но это выбирать надо пускай пока пускай ревнитель будет посмотрим солнечное ядро еще раз о обазарить можно совсем это должно сработать ирарх я знаю что смогу провести чистильщиков сквозь тьму что ждет их помогу им принять самих себя смогу убедить их что к ним никогда больше не отнесутся как к слугам значит ты нашел свое предназначение брат с тех пор как я пробудился я испытывал смятение чувствовал себя потерянным не знал кто я и как я стал таким теперь мне снова все ясно у меня появилась новая цель достичь которой могу лишь я и это наполняет меня радостью такая задача была бы не под силу даже прежнему фениксу тем не менее он бы обязательно за нее взялся я многое узнал из его воспоминаний через них я познал самого себя я феникс и одновременно не феникс как бы то ни было я горжусь тем кто я есть красавчик зерги могут серьезно помешать деактивировать стазисную сеть и без них было бы непросто а теперь нам придется это сделать параллельно отбиваясь от атак стая амуна мы будем удерживать зергов чтобы ты смог закончить работу каракс ученые запечатали кибр с помощью устройства под названием мегалит оно является ключом к деактивации стазисного узла когда сеть будет отключена нам нужно будет сразу же активировать кибр с или покинуть орбиту местная стая зергов слишком сильно и обеспечу прикрытия так саларита спереди он тут у нас еще пригрузка щита виза феникса может убрать этот виспен особо как то я даже не знаю хотя круто что он собирается автоматически так оставим орбитальный удар вот атакующий нексус и вон сколько аварит освободилась можно сотку вкинуть вызов феникса сделать орбитальный удар пилон пускай это будет и виза феникса будет прикольно наверно попробовать но если газ собирать зондами то тогда можно припасы увеличить все поехали так попробуем чтобы активировать гиброс нам придется вывести из строя генераторы щитов на эндионе пора начинать иерарх бонус 20 саларита будет и у нас есть колосс атака во площади все дела только по наземным юнитам жаль по воздушным не стреляет некоторые боевые единицы могут атаковать по несколько противников сразу это дает им преимущество в бою с большими скоплениями врагов особенно зерлингов это про колоссов гиброс тюрьма чистильщиков счастью армия амуна пока не удалось преодолеть его стазисную сеть я получил доступ к записям индиона стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами их может отключить лишь одно устройство так называемый мегалит я сейчас же приступлю к его активации чтобы поскорее отключить стазисную сеть нельзя оставлять его без защиты эти леса просто кишат зергами значит мы их зачистим по-любому иерарх когда-то здесь создавалось самое совершенное оружие в империи я слышал об огромных дальнострельных голосах которые с легкостью преодолевали горы посмотрим как они справятся с этими зергами зерги выходят из этой пещеры мы можем завалить вход выстрелив по камням выстрелив по камням выстрелив по камням Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... кружок тут такой небольшой легали почти готов но нам нужно собрать немалое войско для его защиты почему воздушные войска только мегалит активирован мы должны защищать его пока он движется к стазисным узлам вредит наш дом из Спасовный! Один из пяти. Мегалит достиг первого стазисного узла. Пока мегалит будет скрыт под поверхностью планеты, он в безопасности. Ну и всё. А он оттуда же будет идти потом. Интересно. Есть ещё вызов Феникса есть. Сканеры засекли движение зергов. Воины, не дайте им достигнуть нашего Нексуса. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мегалит почти закончил с этим стазисным узлом. Я бы посоветовал тебе подготовиться к следующему этапу. Враг увидит, на что мы способны. А Мегалит-то откуда пойдет? Отсюда или от первого? А, вот он. Датчики засекли отключение первого стазисного узла. Мегалит начинает переход к следующему. Я здесь, среди теней. Мы едины с тенью. Вераку. Впереди кони отсужаются. Споровики! Они окапываются на утесах! Готовьтесь к обстрелу! Мегалит прибыл ко второму стазисному узлу. Скоро он его отключит. Интересно. Похоже, для экспериментов в этом комплексе использовалась энергия силовых ядер невероятных размеров. Должно быть, они спрятаны среди холмов. Если наши воины их уничтожат, мы сможем извлечь из них саларитовые детали. Я здесь, среди теней. Первое силовое ядро захвачено. Переносим его на борт. Мерзкие зерки! Почувствуйте на себе гнев Феникса! И дел тебе! Что ты предложишь? Братья! Мне нужна ваша помощь в этой славной битве! Пустота! Холодно! Пустота! Холодно! Холодно! Пусть... Это юний первый подарок! Пустота. Я сокря 100名 сейчас! Мигаменем. А как нет, он покажет... Посказуемые привлечения, мужчины. Наш пилон атакован. Мы крадущиеся тени. Ради вас вместе. Очень разумно. Я не буду слушать тебя вечно. Хорошо. Стазисный узел отключен. Целостность сети 60%. Мегалит выдвигается к третьей цели. Оба силовых ядра наших. Я немедленно начинаю над ними работать. Ваши союзники вступили в бой. Я сердце тьмы. Врагу. Враг познает нашу ярость. Будь по-твоему. Противосмыстие. Хорошо. Враг познает нашу ярость. Так. Оружение. Что ты предложишь? Что ты предложишь? Так. Пускай это все улучшается пока. Пускай это все улучшается пока. Все изуч sanctions. Рardı. Р Gosh! Пай почув validate jaar、 что Орубита. Окей неправильно айоваван. Р персонажи. Бjal корочная лиcu. Пай En是我ы. Орубита. Противосмысутие. Так, что там еще можно у нас построить? Этот стазисный узел уже почти отключен. Мегалит скоро начнет двигаться к следующему. Так, архивы. Звездные врата. Блиц. Сейчас. Звездные врата. Звездные врата. Звездные врата. Звездные врата. Киброс начинает пробуждаться от стазиса. Осталось всего два стазисных узла. Ваши союзники вступили в бой. Мои навыки пригодятся тебе. В ближайших пещерах обнаружены большие скопления зерков. Мы можем использовать ландшафт в своих целях. Прикажи обрушить камни у входа, и зерки окажутся запертыми в пещере. Нас ждет слава, братья! Сразимся с этими одродьями вместе. В ближайших пещерах обнаружено множество зергов. Соблюдай осторожность. Улучшение завершено. Ваши войска вступили в бой. Враг увидит, на что мы способны. Я здесь, среди теней. Мы все потворим. Убираемся. Убираемся. Ну, мы все потворим. Убираемся. Мы вступили на дыхании. Убираемся. Фазовая связь установлена. Мегалит отключает четвертый стазисный узел. Так, что у нас тут настроилось-то? Так, тамплиеры у нас появились. Филиппортация завершена. Хазар де Темплари. Я ищу недостойных. Слияние завершено. Ну, урон неплохой. Способностей никаких нет. Телепортация завершена. Отключение стазисного узла почти завершено. Мегалит скоро снова придет в движение. Мы изгонтили, портация завершена. Слияние завершено. Заманчиво. Филиппортация завершена. Стазисный узел отключен. Мегалит начинает движение. Активность стазисной сети 20%. Стойте. Я засек передвижение зерков в ближайшем улье. Они укрепляют оборону. Сейчас разберемся. Твои навыки пригодятся тебе. Между мегалитом и последним стазисным узлом обнаружен целый улья зеркал. Нам придется прорываться с боем. И завершено. Телепортация завершена. Воин пробудился. Воин пробудился. Обнаружена сейсмическая активность. К вам приближаются черви Нидуса. Радио. Мне нужно было по помощи этой славной земле. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Не ракун Очень разумно Короче, всех уничтожили Последний стазисный узел отключен Стазисная сеть тоже У нас вышла Киброс выведен из стазиса Отзови все войска с поверхности Индиона Мы отправляемся на Киброс Киброс Все пещеры завалить? А я сколько завалил? За 40 секунд Короче, быстро заваливать пещеры Все строения зергов на сложности боятся Уничтожить Теперь нам доступны боевые единицы наших новых союзников Отлично Полагаю, ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воле Они будут свободны, как и Феникс Прошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию О Ты испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом Идеализмом? Они копии наших величайших воителей Мы собираемся освободить твой народ от Малаша А ты хочешь поработить мой? В свободе кроется слабость Я свергну Малаша и спасу соплеменников от гибели Но свободными им не быть Все толдаримы будут служить мне Свобода – это миф, который сильные придумали для слабых Ты говоришь как Омун Если хочешь жить, тебе лучше пересмотреть свою точку зрения Сделай этого робота Феникса новым вершителем среди чистильщиков Пусть они исполнят свое предназначение, став идеальным оружием Звучит интересно Ядро Киброс не сможет долго противостоять зергам Нужно действовать быстро и попробовать спасти чистильщиков Ответь мне честно, Феникс Ты веришь в то, что чистильщики согласятся нам помочь? Не знаю Наверное, их переполняет гнев Обида за то, как поступили с ними наши предки Делаамы – это не Конклав И сегодня мы едины, как никогда прежде Поэтому чистильщики должны получить право самим выбирать свою судьбу В отсутствие свободы народом можно управлять Но при этом он никогда не будет единым Ты прав Но сегодня перворожденным не нужен еще один враг Я верю, что твои действия позволят нам избежать его появления От твоих действий зависит будущее всех тамплиеров и чистильщиков Но сейчас настало время действовать, Иерарх Нас ждет нелегкий путь, но его не избежать Спасибо тебе, друг Твой план сработал, Каракс Стазисная сеть деактивирована За дело Если мы активируем Киброс, он запустит свои защитные протоколы Очистильщики Они дремали тысячи лет И все еще озлоблены на нас Если они нападут Нам придется сражаться еще и с ними Мы уже подвели их однажды, не ведая, что мы создали Пусть это лишь копии, но в них живут настоящие тамплиеры После длительного общения с Фениксом я готов тебе поверить Спасибо Так, ну Саварида побольше Некс плохой С защитой Пускай все пока вот так будет Посмотрим, что потом откроется Какие интересные новые способности Иерарх Мои разведчики отслеживают передвижение золотой армады Почему именно Индион выбрали той планеты, вокруг которой должен был вращаться Гиброс? Тысячи лет на нем проводились научные исследования Лучшие умы протосов находили здесь уединение от политических дел Чтобы развивать технологии, которые могли бы принести пользу империи Именно здесь родилась идея Апсиматрица Когда чистильщиков решили отключить, они стали символом величия и опасности технологической мысли И тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию? Она как нельзя лучше подходила для этой цели Именно здесь находились наши величайшие ученые, которые постоянно совершенствовали стазисное поле Киброса Сколько всего их было на планете? 800 тысяч кхалаев и армия тамплиеров Надеюсь, их смерть была быстрой Мы получили доступ к новым роботизированным осадным системам Иерарх, тебе нужно сделать выбор Часовой новинка появилась, какая-то разрушитель Интересно Что делает у нас? Увеличивает урон Получаем выборную цель Эффект действует как разрушитель Неведенную цель Пассивное Поле зрения Увеличивает дальность атаки Всех находящихся рядом союзников на 2 И силовое поле Препятствует перемещению войску Пускай пока часовой останется, он хилит все-таки А вот колосс у нас есть Огненный луч Троран Пропад Огненный луч Получает это что-то другое совсем колосс так и будет колоссом еще две штуки осталось разблокировать теперь когда стазисная сеть отключена зерги начали заражать поверхность киброса мы должны действовать быстро если хотим спасти чистильщиков амблиеры готовы иерарх и ждут лишь твоих приказаний всего 30 саварита будет для выполнения задания не обязательно уничтожать все силы противника сосредоточьтесь на основных задачах и берегите свои войска да для кого это надо лучше все уничтожать архивы не обманули серги действительно сильный противник их сразу же распространилась по поверхности киброса и гибриды амуна начали укреплять чтобы выиграть эту битву нам понадобится помощь чистильщиков действительно судя по планам станции система энергоснабжения киброса состоит из четырех секторов каждый из них запечатан тремя нулевыми схемами если уничтожить все схемы в секторе его питание восстановится и содержащиеся в нем чистильщики пробудятся мы должны охранять матрицу ядра если зерги ее уничтожат пойдет и киброс так да ну нафиг иерарх мы должны найти нулевые схемы как можно скорее это все круто ортанис возле ядра есть несколько отключенных от питания бушек если дополнительно укрепить эту позицию мы сможем выстоять я заслужил страдания озвучить возле от 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 Продолжение следует... 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 А тут вот непонятная какая-то локация, спуск или что-то, не понимаю. Ну да, это как-то обходить не надо. Улучшение завершено. База атакована. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я буду сражаться в первых рядах. Голос этого аварака напоминает. Субтитры создавал DimaTorzok Близится наш час. Враг увидит, на что мы способны. Я буду сражаться в первых рядах. Чуть не загасили дозорного. Улучшение завершено. А, но он же возрождается все равно. Я буду сражаться в первых рядах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok